Ограждения, газоны и парковки стали объектами внимания депутатов Думы Нижневартовска. Собрав обращения жителей города, народные избранники отправились в рейд по жилым кварталам. Как будут решать обозначенные проблемы, узнал Кирилл Волконский. Организованной пешеходной зоны у рынка в седьмом микрорайоне нет много лет. Внутриквартальную дорогу рядом с торговыми павильонами одновременно используют и как проезжую часть, и как парковку, и как тротуар. Жители квартала просят установить ограждение и обезопасить тем самым пешеходов, среди которых немало детей. В прошлом году монтаж таких конструкций во дворах позволил значительно сократить количество ДТП с участием школьников. Сейчас вот решается вопрос, все-таки по какой программе пройти, да? Либо это по программе ЖКХ, либо за счет капитального строительства. Ну, этот вопрос мы обозначаем сегодня. Комитет по ЖКХ берет на контроль, я понимаю. Вместе с комитетом по безопасности, я думаю, мы совместно, наши два комитета, в любом случае можно и ограждение в столбике поставить, оградить, ну, более-менее привести в порядок эту часть. А жители этого высотного дома тоже просят установить ограждение и спасти тем самым газон. Зеленую зону здесь уничтожают автомобилисты. Обращения в администрацию результатов не дали. Там же бордюры низкие, там прям заезжают любые машины легковые. Доставят даже грузовые машины сюда. Писал на Каратаева, Каратаев отписал мне, что денег нет, не запланировано, остановки не будет, ограждения пока не будет. Вот определиться со значением, наверное, необходимо собственнику, что он здесь пытался, ну, вот, показать, вот, такую организацию благоустройства этой земли. Если это стоянка, то должна быть, ну, один вид благоустройства. Если это зеленая зона, то, ну, вот, ни одной зеленой травинки мы здесь пока не видим. Но если в одном месте газон просят восстановить, то в другом, наоборот, готовы пожертвовать зеленой зоной ради парковки. Речь о территории волейбольного клуба «Самотлор». В будни автомобильной стоянкой спортивного учреждения пользуются сотрудники соседних организаций. Большая напряженность. У нас в период проведения, ну, крупных спортивных соревнований, да. Волейбольных и так далее, других соревнований. Ну, вот один из вариантов, конечно, вот эту землю надо использовать. Мы увидели те внутренние резервы, которые есть у «Самотлора», где есть зеленая зона, которая на сегодняшний день, она как бы и не востребована, где можно разместить тоже гостевые стоянки. Поэтому этот вопрос взят на изучение. Примерную сумму управления капитального строительства посчитает. И вопрос будет решаться, наверное, в следующем году. Еще одна точка – площадь у торгового центра. В прошлом месяце жители пожаловались депутатам на скопление мусора рядом со зданием. Вмешательство помогло. Сегодня территория очищена от завалов. Кирилл Волконский, Александр Цистренко, Вести Югория, Нижневартовск.